МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я оставляю вам этих героев, а пока что бегу разбираться с кучей-кучей вопросов, которые приходят в ВКонтакте, в ленте, в сообщениях, в мэйле, и чуть позже у нас будет возможность на них ответить. Ну что, здравствуйте еще раз. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Я приветствую слово нашему предзвонителю Тимур Пикмамбетов, человек, который изменил все. Человек, человек, через силы. Здравствуйте, я рад вас всех здесь приветствовать. Каждый год, летом, когда жарко, мы начинаем снимать фильм «Ёлки», потому что, как известно, готовят сами летом, и ничего не меняется. Каждый год, начиная с 2010-го, по-моему, надеюсь, это будет еще долго. Это стало доброй традицией. Стало доброй традицией, и в прошлом году, когда проводили мы опрос, какой фильм, мы выпускали фильм, самым лучшим летом. И проводили опрос, зрители, какой они хотят увидеть фильм, и они пойдут смотреть. Вместо этого фильма, да. Все сказали, что это фильм «Ёлки». Но, к сожалению, его не было. Больше не знал, что ты снимаешь еще какие-нибудь другие фильмы, но это даже не имеет большого значения. Для меня главное, что ты... Нет, это настоящая чистая правда. То есть есть там и видеоролики, и письма там. В редакцию, так скажем, что в том году, в Новый год, приходили люди 1 января и требовали билеты на «Ёлки». То есть кинотеатры абсолютно реально стучали, и большой компанией, и очень к дикому своему, как нет «Ёлки», что жизнь остановилась, а что, как же. Традиция, мы все, как всегда, сделали. Оливье сделали, поели, выпили, поругали с женой, помирились, шампанское опустили сожженную бумажку с запиской, выпили, пришли на «Ёлки», а «Ёлок» нет. Поэтому мы как бы обломали такую вот нашу традицию, в которую вот Тимур все скажут, а зачем вот новые «Ёлки»? Можно сказать «Напис». Вот «Ёлки» эти «Напис». Так что вот моя страна. Попробуем тридящихся. Да. Да, нас бездельники не смотрят, в основном смотрят. Мы проводили опрос социологический, кто является среднестатистическим зрителем «Ёлок». Это в основном трудящиеся, это рабочий район. Это люди, которые своими руками куют историю нашей страны. И тратят это на билеты к кино, потому что на большее им ничего не хватает. Пожалуйста. А мы бы не просили трудящихся, вы бы снимали «Ёлки». Нет, мы все делаем только по поздно трудящихся телезрителей. От прошлых «Ёлок» осталось 90% материала. Это ж надо куда-то как-то окупить, правильно? Тимур же не дурак. Поэтому сейчас 10% да снимем, и все готово. Тяп-ляп, можно сказать, понимаете? Все. А всем смешно, страна, все. Человек уезжает в Лос-Анджелес, все хорошо. Покупайте без золотого кресла. А мы все счастливы, дети подрисовывают нашим плакатам «Лусы». Все отлично. Новый год начинается с хорошего настроения. Всем хорошо, правильно? Всем хорошо. Это слоган Брексита. Пожалуйста. А что вы знаете? Судя по цитокамации действие будет происходить на таком? Или еще? Вы знаете, нет. Действие происходит в будущем. Это центральный район. Это Куйбышевский район Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся конкретно на улице Миллионной. Миллионная улица Нева, как вы видите. Петропавловская крепость скрыта за снегами. Мы находимся на Миллионной улице. Вот это дом Михаила Боярского на угломойке и зимней канавке. Все. Там дом Рокчеева. Вот все, в принципе, коренные петербуржцы, конечно, узнали Питер. Мосты развели. Мосты развели и увезли. Ну, на самом деле, в этой новой части, что меня подкупило, когда я первый раз прочитал сценарий, что... Я не знаю, можно рассказывать? Нет, уже можно. Но, если говорят, у нас в нашей новелле, мы, конечно, выросли сами, в наших семьях произошли изменения, то есть там родились дети, кто-то там развелся даже, и все, не знаю, прошло. Да какой степень, можно рассказывать. И появились... Я развелся. Мой герой развелся. Но у нас появились в этой новелле персонажи, и они не люди. Вот, наверное, на этой интриге, наверное, иди. Да, друзья, наконец-то... И не собаки. Ведьмаки и демоны появились в елках. Мы добавляем немножко... Реальности. Немножко, чтобы жители рабочих районов узнавали своих родственников. Так? Ну что? Ну что? Ну раз пресса думает, я тогда буду приговаривать. Подождите, пресса пока не думает, у нас на вопрос уже. Нет, это уже да. Подождите, пожалуйста, а чем вообще вы в этой новой новелле, в новом фильме удивите зрителей? Ну, кроме тем, что у нас новый Петербург, о том, что у нас плакают здесь пингвинов, кто будет пингвинов играть, еще будут песни звучать. Вот чем вы удивите? Будут звучать песни российских композиторов. В роли всех животных, актеров и московских театров. И Двенградских. Да, но в основном московских. Но основное, чем мы хотим удивить зрителей, тем, что в условиях криса могут сниматься такие большие, высокобюджетные, интересные, радостные фильмы. Это удивляет всех, включая создателей, даже нет. Тимур, я перебью это на секунду и хотел бы попросить задать вопрос и всех остальных. Пожалуйста. Можно вопрос? Хорошо, у вас. Спасибо огромное. Сереж, я, хоть ты не значил, что знакомься старейший журналист Петербурга. Плейболь? А плейболь вопрос? Да, вопрос за плейболь. Сереж, пожалуйста, будет ли что-нибудь для детей? Будет ли что-нибудь для детей? Это важный вопрос. Тимур, скажи, приготовил ли это что-то для детей? Как всегда. В конце каждого сеанса будут выдаваться конфеты, поцелу. Вода, кетер. Нет, конечно, для детей. Вы знаете, дети стали героями фильма «Елки» уже достаточно давно. Вы сколько фильмов «Елки» смотрели? Ну, пока в сознании смысле. Ну, я все предыдущие. Вы смотрели все предыдущие? Начинает с самой первой части. Какая вам больше понравилась? Вот третья, четвертая. Это нам всегда спорят. Третья, наверное. В седьмой нам уже так, как-то, 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 вот откос пошли шуточки, да? Но мы любим детей, и мне кажется, что... После этого фильма их станет больше, короче. Ты проехал, короче, когда парочки придут, можно быть рассоренные на это кино. Простите, друзья, если вы посмотрите, есть статистика, небольшая статистика демографических всплесков во время просмотров российского кино. После, после, после. Ну, да, ну, зачатие во время просмотров. И если до этого лидировал... Нет, ты говоришь про кинотавр. Нет, я говорю, что когда лидировал фильм «Сталинград» всегда, и здесь вот мы хотим эту высоту побить. Нет, вообще, то, что касается демократии, это действительно, если можно посмотреть на карту, что тогда в том году не было «Елок», и такой просад идет взрослый. То есть люди засыпают, когда смотрят российское кино, засыпают, и потом... засыпают, или просто, как это, интерес жизни, и как бы нет интереса жизни. Ну, что я там не видел? Вот, несколько. А тут, как бы, фильм «Елки» пробуждает все самое хорошее, которое, как бы, хочешь отдать ближнему. Вот так, завуалирован для писателя. А вот если раньше у нас был «Родина судьбы», да сколько там, 340... Что у вас? У нас было, у вас было, да. У всех с вами было. А сейчас с чем-то? То есть, получается, вы так вот так замечите импорт-отвещение, и так... Импорт-отвещение с русского на русское? Ну, с русского на русское, как бы, мы пережили. Да, то есть, внимание величия такая, мы заместили у нее судьбы. Вы знаете, это вы только что ответили на свой вопрос. Нет, а я хочу сказать, что ответили. А я считаю, что этот гениальный фильм заместить нельзя, поэтому, не знаю. Лично я, как бы, это, наверное, привычка, наверное, на всю жизнь вот у меня. Я буду все равно под иронию судьбы кромцать салаты, как бы, начинаться готовить. А вот уже под елочки-то, под елочки-то можно уже сесть и потом и прилечь, как бы, когда все 5-6 частей пойдут. Поэтому это одно к другому не мешает. Просто, как бы, современность добавляет, а посыл-посыл и все те же. Все какие-то, ну, и юмор, и семья, и вера в будущее. И все самое хорошее, это как раз объединяет эти все фильмы и этот праздник. У нас их немного. А елки, это, по сути, какая-то новогодняя всегда история. Безусловно. Да, а вот может быть, что в дальнейшем будете с машинами пролетать? Например, пальмы какие-то, березы. Будет ли какой-нибудь летний павильон? Для этого вам стоит перейти в соседний павильон и вывезти там и пальмы, и море, и все. Безусловно, елки-то основное. Мы планировали первоначально, не многие это знают, но первоначально задумка Тимура, я могу рассказать, да? Про то, что фильм назывался, не елки, фильм изначально, он назывался «Березы» и был про осень. Потом была Ивана Купала, типа, сначала мы думали, несколько новелл. Мы перебирали. Бросают все. Это хор, хор. Клены были и рябины. Ну, там по сценарию было просто много кровищей и решили как-то вот более такой праздник сделать. Хотели сделать, вообще изначально, вообще всему старту проекта дала короткая драшка «Рябина на коньяке». Вот. Даже тоже... Без рукав играл рябину как раз. А, дюжев коньяк. И как бы, ну да. Так что здесь, как говорится, Ну, собственно, какой вопрос такой и ответил. Деревь в нашей стране много. Поэтому тем для съемок фильма, Тимур, правда же, много? Ну, раз так, у меня есть несколько вопросов. Мы с удовольствием ответим. Я вам передам. И есть кипа вопросов для ребят. Предлагаю вам... Спасибо. Вы их это зачитаете. А вы можете сами. С этим зачитывайте, я могу вам поговорить. Параллельно у нас дополнительно идут вопросы в онлайн-режиме. В онлайн-режим идет вопрос. Но сейчас я предлагаю ответить на те вопросы, ответы на которые уже ждут. Которые у вас есть. Давайте быстро пойдемте. Блит, Тимур, начинай, читай. Блит, вопрос. Почему сейчас? Почему сейчас? Здоровья, Елена Горина. Потому что, я уже сказал, нужно сани готовить след. Да, ну и как бы надо нашу реальность-то как-то разбавлять. Вот Анька Христофоровна задает вопрос. Когда елка, когда в елках снимется певица-елка, которая ищет дерево-елка, спрашивает Анька Христофорова. Анют, ну что это, Тимур? Логика 5. Логика 5. Юмор 2. Да, спасибо. Вот Александра Романенко спрашивает, а шестая часть тоже будет? С улыбочкой. Не будет ли она след? Тимур, давай твои вопросы, не будем на них отвечать, поскольку на них сам ответишь. Я по почерку все поняли. Николай Витулин спрашивает, в Нижнем Новгороде не собираетесь снимать? В Нижнем Новгороде мы не собираемся снимать, но в шестой обязательно снимать. А где собираетесь? Скажите, города другие. Первый, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань. Как обычно, по всех больших городах. А Нагиев будет сниматься, спрашивает Олег Хазиев. Витрий, ну что за идиотские псевдонимы, да? Да уж, это тоже твой же карманчик, да. Такой жанр, жанр все знают романтический. Сергей Иван, как вам работается вместе? Вы знаете, с трудом, но тем не менее... Один вопрос задает, другой отвечает. Вопрос к Ивану и Сергею, но я тогда с удовольствием отвечу. Как бы вы описали своих персонажей тремя словами? Сережа, отвечай. Женя, три слова. Молодость, щедрость, подарок. Борис, три слова. Забудь, ночь, трактор. Ну и смешнее, мы по этой шкалетке? Да, конечно, не по-честному же отвечаю. Селина Смирнова спрашивает. Селина, часть которой назван бренд французский. Расскажите, в общих чертах, хотя бы в общих чертах, о чем будет новая часть «Елки» и какие актеры также снимают фильмы? Среди наших партнеров Ян Цапник. Среди наших партнеров еще кто? Ну, наши партнеры, которые уже снимались, ну, из новых партнеров. Можно сказать. Головин. Саша Головинка. Саша Головинка. Младший Демогаров. Демогаров. Гоша Куценко. Гоша Куценко. Как обычно, это вся компания. Первые на экране. Вся компания. Крадиционные обычно снимаются. Вопрос такой от Кудряшова, Мария. Тимур, отличается ли работа с иностранными и русскими? Да, вот с русскими, в отличие от казахов. Как это? Нет, конечно же, гораздо приятнее работать с Налич Сережей, потому что мы друг друга понимаем, как это... Не только? Это просто дешевле, друзья. Иван, хотели бы вы сняться у Тимура в Голливуде? Да. Если вы ему себя предлагали, почему вас Тимур туда не берет? Видимо, не так предлагал. Это Тимур, это... Шишкин пёс задает вопрос. Судя по всему, это какие-то твои друзья. Аль Шишкиного пса. Шишкин пёс? Так зовут человека? Ну, а кто сговорит, что это человек? Пользователь на сайте ленты. Шишкин пёс. Это такая вода. Какие-то речь? Шишкин пёс, да. Вода с волосами. С осадком, давай. Так, чё нового ждать от наукьёвок в плане технологии? Не думали ли вы перенести действия комедии, например, на Десктоп? Нет, на Десктоп не думали, но сегодня впервые был снят кадр... С искусственным снегом? Нет, с айфоном. Серёжа сам снял половину... Перед вами, друзья, один из операторов фильма Сергей Светлаков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!